Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Дело в том, что девушка не удаляет фото за твоим бывшим. Здесь мне хотелось бы у вас в первую очередь спросить так. А должна ли девушка, по вашему мнению, удалять фото за бывшим? Вообще, как девушка воспринимает фото в бывшем? Что вообще такое для нее фотография? Ну, то есть, что они из себя представляют для нее? Как она их видит? Может быть, у девушки есть некий такой пунктик, серьезный пунктик, который не позволяет ей, например, ну, убрать фотографию. Да? Ага. Например, ну, согласитесь, такое вполне себе может быть. И если у девушки именно так работает восприятие фотографии, то тогда в этом нет ничего страшного. Ну, то есть, нет ничего страшного в том, что она его не удалила. Для нее это память, и как минимум эту память, ну, имеет смысл уважать. Другое дело, если вы по какой-то причине не можете этого сделать. Другое дело, если по какой-то причине вы не можете принять, что что-то напоминает о ее прошлой жизни. Но, к сожалению, в таком случае эта проблема скорее ваша, нежели чем проблема именно девушки. Вот. Дальше идем. Значит, когда я спросил, почему она их не удаляет, она разошлилась и сказала, что я сам себе ищу проблему. Здесь ситуация следующая. Пожалуй, первое, с чего стоит начать, это с того, почему вы вообще спросили у девушки про удаление фотографий. То есть, ну, почему вас это интересует? Почему вас это волнует? Почему вы об этом спросили? Что заставило вас спросить об этом девушку? Собственно говоря. Вот. Вот. Данный момент является важным. Если мы хотим понять, что с вами происходит. именно с вами. Не с девушкой. Потому что вопрос как бы касается именно и только вас. Дальше. А если девушка разозлилась, да, то есть, ну, явно, значит, как-то вот она восприняла это негативно, то вариантов здесь на самом деле немного. Либо она еще неравнодушна к своему бывшему молодому человеку, ну, с которым ее могут связывать общие воспоминания, что как бы нормально. Ага. Либо она так негативно восприняла то, что вы нарушили ее личные границы. такое, в общем, тоже вполне нормально, ну, вполне может быть. Вот. Опять же, непонятно, почему она разозлилась. То есть, ее восприятие этой ситуации, на мой взгляд, может быть вызвано контекстом, предыдущим контекстом ваших каких-то, может быть, проблем. Ну, опять же, это, понятное дело, столько предположений пока. Потому что я не знаю, ну, может быть, вам странно именно то, что девушка разозлилась. Вы вот, например, первый раз ее спросили и она разозлилась. То есть, здесь, значит, это, безусловно, тоже подлежит выяснение. Вот. Далее. Ее утверждение о том, что вы сами ищите проблемы, говорит о том, что, вероятно, это не первый раз, когда ситуация выглядит именно так. То есть, не первый раз, когда ей что-то не нравится. Также она говорит, что у вас все хорошо и как бы намекает, что вы в себе сомневаетесь. А вы пишите, что этого человека она не удалит, потому что ей было с ним хорошо, а со мной не так уж долго, полтора месяца. Это действительно имеет место быть. как бы, имеет место быть важным, потому что, если вы всего полтора месяца, то, безусловно, узнать вас не представляется возможным для девушки. вот. И, соответственно, соответственно, у нее воспоминания еще, возможно, свежие. Верить ее словам, что она любит вас. Это зависит от отношений, я полагаю, для того, чтобы утверждать такие серьезные вещи, как любит, не любит, здесь требуется более детальный анализ. А как поступить в этой ситуации? В этой ситуации можно поступить только начав быть более уверенным в себе, как сейчас, к сожалению, вы не поступаете. То есть, для нее вот эти ваши вопросы – это проявление неуверенности в себе, к сожалению. И эта неуверенность в себе, она вызывает у нее негатив и, возможно, даже чувство небезопасности рядом с вами. Если вы ее любите, то хотите, чтобы она была счастлива, и я полагаю, что вы знаете, что для этого нужно сделать, вы знаете, какой ей нужен мужчина для этого, чтобы сделать ее счастливой. Если вы не можете это сделать, сделайте это. Но это точно не расспросы о том, почему она не удаляет фотографию своего бывшего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok